Сахар Доброе утро! А почему вообще такая проблема может возникнуть? Вообще вся проблема с сахаром с огромной скоростью всасывания. Вы только подумайте, за один час мы можем всосать 400 килокалорий или 100 грамм сахара. Нет возможности это утилизировать, и, конечно, всё идёт в жировую ткань. Жировая ткань меняет полностью наш метаболизм. Задумайтесь только, 650 гормонов секретирует жировая ткань, особенно которая находится в избытке. Полностью ломается весь наш организм, гормональный фон, и возникает вопрос как раз с преждевременными родами. Причина этому, конечно же, сахар. Александр, ну вот о ухудшении памяти, как бы сахар-то здесь при чём? Говорят же, глюкоза для мозга полезна. И вот здесь опять та же причина. Почему? Потому что жировая ткань полностью блокирует как раз вот вход в гематоэнцефалический барьер, который необходимо с сахару пройти. Представляете, мозг каждый раз, а мозг использует только глюкозу практически, мозг каждый раз голодает, запрашивает у организма, соответственно, сахар. Мы его едим, а он проникнуть к нам не может в связи с этим ужасным гормональным фоном, который вызывает жировая ткань. Соответственно, жир растёт, мы, наоборот, ещё едим, голод нарастает, и, соответственно, возникает замкнутый порочный круг. Хорошо, Александр, а вы можете наглядно объяснить, что происходит с организмом, когда мы едим сахар, много сахара? Давайте, давайте сейчас это наглядно как раз и рассмотрим. Роман у нас будет инсулином. Мы знаем, что сахаром управляет поджелудочная железа, бета-клетки, соответственно, выделяют инсулин. Инсулин занимается одним. Давайте с вами представим, у нас с вами есть печень, есть мышцы и есть склад жировая ткань. Итак, давайте сделаем так, что как будто человек тренируется, бегает, занимается спортом. Ну, это я. Да. И, соответственно, возникает задолженность по сахару, по энергии у печени и у мышцы. Давайте возьмём сахар. И вы потренировались, и необходимо заполнить эту задолженность. Соответственно, в мышцы и в печень положим. В мышцы и в печень. Да, вот инсулин у нас как раз занялся, чем ему и положено. Ну, теперь давайте представим нашего человека, который живёт и ничего не делает. Соответственно, задолженности у него нет. Забираем сахар отсюда. Практически на машине ездит, да, сидит целый день на компьютере, нет задолженности. И начинает, соответственно, есть сахар. Что произойдёт? Ну, видимо, в склад всё. Конечно, конечно. И сахар начнёт переходить в склад. Жир, то есть. Жир кладём, кладём. Роман, пока у нас один инсулин, он, да, Роман. Тут одна печенька, кусочек торта, конфетки. Посмотрите, что происходит. Склад начинает разрастаться. И уже управлять этим складом один человек не может, правильно? И тогда организм запрашивает ещё работников, то бишь, ещё инсулина у поджелудочной железы. Когда у вас низкая жировая прослойка, до 12%, то инсулина требуется 40 единиц в сутки. Как только жировая прослойка вырастает на 5 килограмм, на 10, требуется 80 единиц инсулина. То есть мы теперь должны все вместе, теперь мы берём инсулина ещё. Так. И начинаем таскать уже инсулина больше. И таскаем склад. И склад наш продолжает расти, 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 а поджелудочная железа напрягается, напрягается, сильнее не справляется. И возникает огромное количество нарушений, о которых мы уже сегодня с вами проговорили, и проблемы с поджелудочной железой. Скажите мне, а вот есть такой сахар, который называется double sweet? Это в два раза слаще. Что вообще тогда с организмом произойдёт, если такой сахар употребляется? А здесь как раз и включается вот это желание, да, потреблять этот сахар. Здесь усилители вкуса, сахар становится ещё слаще, да, человек получает больше удовольствия. Понятно, что потребляет его ещё большим количеством, да, уже запах даже отсюда я его чувствую. Да, мы уже на расстоянии за ним идём, да, как зомби. И, соответственно, будем в разы его переедать и в разы ухудшать здоровье своего организма. Что же делать-то, Александр? Как бросить ей сладкое или хотя бы сократить его количество? А сделать это очень просто. Нужно делать это в несколько этапов. Если вы, например, сладкоежка, да, несколько этапов. Первое. Например, чай с чем попить? С фруктом киви, яблоко заменить абсолютно. Я так делаю. Да. Ну, то есть мы получаем глюкозу из фруктов. И она полезна для организма, не в такой дозировке мы это получаем, не в такой концентрированной. Всегда есть клетчатка, которая тормозит сасывание сахара, и, соответственно, мы становимся здоровы. Ну что ж, спасибо вам большое, Александр, за полезный. Я думаю, для многих актуальный разговор. Вам хорошего дня и ешьте поменьше сахара. Спасибо большое.